Всем привет! Сегодня у нас обзор новых систем от компании Flexi. Трековые системы, моделька M28. Flexi, кстати, очень классные каталоги, всегда мне нравились, они так аккуратно делают. Он вроде как аккуратный, выдержанный с QR-кодами, все прикольно, короче. Вот, видишь, Magnetic 20 Flexi RU. Вот. Ну, этот выбор всяких светильничков идет, линейный, там, нелинейный и так далее. Вот, есть у них 38-я серия, это уже побольше такие светильники. Ну, то, что 20-38, это толщина, ширина светильника, ширина вот этого зазора. Значит, сама вся система представляет 48-вольтовую систему, как это ни странно. Ну, то есть, есть у кого-то там 24, у кого-то есть 48, есть 220, это тоже хорошо, у Luminoche, например. Вот, но здесь у нас 48 они представили. Значит, основные особенности, плюшки, которые мы уже успели оценить. Кстати, нам помогал очень составлять все эти речи для, ну, вообще, познать эту трековую систему. Роман, компания Flexi, привет, спасибо тебе. Вот, давай расскажу, значит, основные моменты, на которые он мне говорил обратить внимание. Значит, смотри, первое, шинопровод. Шинопровод располагается по бокам, то есть, с двух сторон. Блин, прикинь, я и отсюда потерял шинопровод, и отсюда потерял, короче. И теперь, ну, в общем, да, поверьте мне, на слово стоит с двух сторон. Ну, вот, шинопровод располагается по бокам, не как обычно сверху. Чем это хорошо? У нас не так давно у самих была такая проблема, это вообще был в ПЛ. Значит, мы делали объект, делали два этапа, перерывом примерно, ну, где-то в полгода. Первый этаж дома и второй этаж дома. Так вот, на первом этаже мы поставили шинопроводы, я не помню, чьи они были, кто из производителей, но не суть. Это никакой не брак, это никакая не ошибка, просто такая партия. Одна партия пришла, здесь были видны медные проводники сверху, а другая партия пришла, были черные проводники сверху. Ну, и понимаете, да, то, что заказчик, у которого стоят разные треки, он как бы говорит, ребят, ну, надо что-то сделать так, чтобы они были одинаковые. Вы только вдумайтесь, сколько геморроя, распаковать весь этаж и поменять внутри проводники. Это был вообще прям трэш. Вот, но тем не менее. Здесь этого ничего не видно, здесь это все спрятано, это хорошо. Вы, наверное, спросите, что вот это вот за белая приблуда. Это вообще фишка, это самая, мне кажется, основная фишка этого трека, из-за чего его будут брать и устанавливать. Как на обычных треках, есть система крепления. Первая, это, ну, такая мама-папа, привычная, вот, как говорит Роман, ее часто используют, особенно регионы. Заводится гарпун, и, соответственно, сюда в дальнейшем ставится уже папа, гильза, которая перекрывает гарпун, его не видно, и, соответственно, в нем уже располагается шинопровод. Для тех, кто не любит заморачиваться с тканевыми шпателями, вот, мы же парни заморочены, вот, поэтому мы выбираем путь сложнее и, на мой взгляд, намного красивее. Это новая система, флексовская новая система, изи, изи, на изи, да, ну, натуре на изи. Значит, смысл в чем? Это аналог, прямой брат, близнец, наверное, демпферу, но попроще. В чем прикол? Вот такая вот пластиковая часть идет вместе с профилем. Мы на торцовке его прям там зарезаем под 45, все, что нам надо, там, кстати, есть тоже продаются отдельно. Уголки, если надо, вам по 90 градусов они шестью граников такие. Что мы делаем потом? Мы берем эту планку, смотри сюда поближе, вот сюда вставляем, вот как нам надо, все, мы запилили и нажимаем. Все, все, ты прикинь, то есть обычно мы демпфер там что-то подгоняем, достаем, склеиваем, зачищаем там вот это все. Здесь мы взяли, защелкнули шпатель. Опять же, по заявлению производителя, лучше использовать тефлоновый шпатель, потому что довольно большое усилие, чтобы сюда затолкать, да, и типа на тефлоне будет получше скользить. По опыту скажу вам, то, что об алюминиевый профиль, тефлон вы шатаете довольно быстро, вот, поэтому здесь уже смотрите, пробуйте и так, и так. В любом случае в арсенале, мне кажется, все равно должен быть тефлоновый шпатель. Все хорошо прокатывается, все хорошо держится. Посмотри вот сюда поближе, вживую прям, у нас получается такая четкая, смотри, квадратная, она не круглая уже, такая квадратная отбортовка. Четкие внутренние, внешние углы, то есть все вообще без проблем. Закатали прям элементарно, и это вовсе там не связано с тем, что там что-то много демпфера катали и так далее. Просто он довольно просто катается, вот и все. Далее, про саму систему, также, несмотря на то, что там есть и мощные светильники, там такие линейки есть по 40 квадрат, я видел. Хотя, да, ассортимент побольше, чем у нас здесь висит, там, ну, нам просто много не выдали, короче, сказали, парни, хватит с вас. Вот эта система, 20-я, она как бы считается, опять же, это со слов Романа, то, что она больше идет для декоративного освещения. Ну, и в некоторых случаях может заменять основное. Скажу вам свое мнение, поскольку нам многие говорили то, что световые линии не являются основным освещением, и система типа М20 не будет являться основным освещением. Блин, такой классный сарик вообще. Вот. При должном исполнении, при нормально подобранной мощности света, да и, в принципе, поставить, если в нужное помещение, то есть какие-то коридоры, санузлы, там, что-то еще, это будет основным освещением, нормально. Да и спальник, в принципе, я бы себе, для себя я бы поставил. Вот. Вообще, вот, если говорить как заказчик, а я скоро буду сам заказчиком, ну, тоже строится, как бы, дом, все, мне это предстоит, я все это буду делать. Я вам так скажу, я для себя буду фигарить везде треки. Почему? Ну, карнизы с подсветкой, понятно. Ну, понятно, что там. И треки. Ну, вот, с чем связано? Первое. Ты еще не знаешь, как у тебя будет стоять мебель, все, можно подвинуть. Треки, вообще, последние пару лет их очень много ставят заказчики, их постоянно используют во всех современных ремонтах. Ты можешь себе накидать вот этих всех трасс, да, то есть поставить сами шинопроводы. Они не стоят каких-то космических денег. Хорошие поставить шинопроводы, вот, и уже в процессе ходить и докупать, да, вот такие светильники, они там стоят. Начиная, грубо говоря, от 2000, там, где есть 12, там, за 15, пожалуйста, что хотите. И сколько надо, вы уже хотите, ходите себе, докупаете и устанавливаете в процессе. Для этого вам не нужны монтажники никто. И, соответственно, главное, просто вот правильно продумать себе шинопроводы. Вот, поэтому я буду делать именно таким образом. Не знаю, какую систему и какого производителя я для себя буду использовать, но обязательно мы это снимем, покажем на канале. Я думаю, там будет серия роликов. Может быть, я буду комбинировать. Мне, честно говоря, вообще вот этот вариант понравился, вот этот Magnetic 38. Короче, мне вот это само сочетание понравилось. То есть, если у них изи и там, и там идет, у меня будет везде одинаковая бортовка, то есть одинаковое примыкание, просто будет меняться ширины. То, в целом, это должно очень круто смотреться. Где-то основное освещение, где-то рядом тоненькая линия проходит. Ну и, короче, можно очень круто все это собрать. Ну, посмотрим. Все, всем пока. С подкомпанией Flexi спасибо за предоставленные шарики. Я вам шарик не верну точно. Вот. Пока.